Дорог в Ставрополе Дорог в Ставрополе Напомним, Ставропольский край входит в число 83 субъектов, принимающих участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках разработаны региональные проекты, повышение нормативного состояния дорожной сети Ставропольского края, общесистемные меры развития дорожного хозяйства, безопасность дорожного движения. В 2019 году планируется отремонтировать и реконструировать более 111 километров региональных и муниципальных дорог. Общий бюджет путем софинансирования из краевых и местных бюджетов составил более полутора миллиардов рублей. Эти средства позволяют отремонтировать и провести реконструкцию почти 30 километров региональных и 88 километров местных автодорог. Еще одна хорошая новость для краевой столицы, а точнее для жителей частного сектора. В этом году полтора миллиарда рублей направлены на ремонт дорог близ частных домов. Список улиц сейчас находится на рассмотрении в администрации Ставрополя. Как только приоритеты будут расставлены, объявят торги и строительство. Также в этом году городу Ставрополь выделяется субсидия уже на частный сектор, на дороги частного сектора, где заключается соглашение, после чего будут проведены конкурсные процедуры, и уже администрация дальше будет заключать контракт и надеюсь, что к августу месяцу, также и в частном секторе дороги будут полностью завершены. Также в этом году планируется завершение и окончание строительства проспекта Российского в городе Ставрополь, который также должен развязать, скажем, центр и юг города Ставрополя. Общая стоимость средств, которые выделяются на завершение, это 1 миллиард 80 миллионов. Если говорить о дорожной сфере во всем Ставрополе, то в этом году профильное министерство заложило около 11 миллиардов рублей на строительство и ремонт новых дорог, реконструкцию и установку переправ и светофоров, пешеходных переходов. Планируется завершение строительства дороги Ставрополь-Брысуковская. Ее протяженность с учетом тоннельного участка составит более 40 километров. Ее протяженность с учетом тоннельного участка составит более 40 километров. Также сдадут в эксплуатацию путепровод Невиномысский, на который было выделено в разные годы в общей сложности больше 4,5 миллиардов рублей. Строительство нового путепровода началось в 2018 году и в соответствии с проектной документацией разбито на три этапа. В рамках краевой адресной инвестиционной программы ведется реконструкция автодороги Зеленокумск-Смоленское-Степное, общей протяженностью 12 километров. Проведение работ разделено на три этапа и будет полностью завершено в 2020 году. Также более 45 миллионов рублей направят из краевого бюджета на строительство моста на участке автодороги М29 «Кавказ», Янкуль, Новый Бешпагир, Грачевка. На период проведения дорожно-строительных работ будут предусмотрены объезд по существующим дорогам и переездам через канал. Вести объект в эксплуатацию предполагается до 1 октября 2019 года. Стоит отметить, что в этом году на развитие дорожной инфраструктуры муниципалитетов также выделена рекордная сумма 5,6 миллиардов рублей. То, что касается региональных дорог, это более 300 километров на протяжении всей сети Ставропольского края, которые входят, скажем, в регламентированную сеть региональных дорог. То же самое захватываются все районы именно региональных дорог. Если брать муниципальную сеть, то сегодня завершены все три этапа размещения субсидий органов местного самоправления, практически попали все районы и их населенные пункты, которые получают в этом году субсидию. Это 97 муниципальных образований на общую стоимость 1 миллиард 400 миллионов. Работы уже практически по 50 муниципальным образованиям, больше половины завершены. Другие проводят работы. И оставшаяся часть, которая уже получала субсидии в марте и в апреле месяце, на сегодняшний день проводят конкурсные процедуры и приступает также к ремонту дорог. Большая часть приходится на Министерство дорожного хозяйства и транспорта края, которое направило около 780 миллионов рублей из краевого дорожного фонда на капремонт и ремонт местных дорог. Это не первое в этом году распределение средств дорожного фонда краем муниципалитетом. Уже в феврале 50 муниципальных образований получили субсидии на капремонт и ремонт местных дорог. Всего в 2019 году муниципальным образованием края будет выделено более 5,5 миллиардов рублей на ремонт дорог. Министерство дорог и транспорта также распределило субсидии между муниципальными образованиями, которые лишены круглогодичного сообщения с дорогами общего пользования. Работы уже ведутся в Железноводском округе, в Александровском и Изобильненском районах. Алексей Кравченко, Никита Чуб, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.